привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит я продолжаю объяснять различные аспекты теории формальных автоматов мы изучаем клеточные автоматы и игру жизнь джона конвей а сегодня я хотел бы рассказать вслед за тем что жизнь тюринг полна ссылку на это видео вот здесь вот я рассказал почему она тюринг полна я хотел бы рассказать про разрешимость жизни так что погнали разрешимость жизни ну собственно вы мою мудрит умудренные зрители должны понимать что раз жизнь тюринг полна то она неразрешима то есть из тюринг полноты следует неразрешимость что это значит что значит это слово неразрешимость обозначает что существуют задачи то есть прям так и существуют задачи которые невозможно решить в игре жизнь то есть ответить на них да или нет для которых невозможно невозможно построить решение в игре жизнь фактически как бы все такие задачи все такие вопросы сводятся к довольно простому можно ли что-то сделать или нельзя то есть это задачи ответа да нет то есть нам нужно ответить на вопрос то есть существуют такие задачи и собственно одна задача очень простая наследует из проблема останова то есть так называемая проблема останова машина тюринга про это я рассказывал очень подробно здесь и поскольку игра жизнь тюринг полна и на ней можно реализовать универсальную машину тюринга то собственно проблема останова резонной для игры жизнь то есть мы можем реализовать на игре жизнь универсальную машину тюринга задать ей программу которая реализует машину универсальную машину тюринга и спросить остановится на или нет и собственно там очень простой доказательство надо создать машину которая останавливается тогда когда ее программа не останавливается и наоборот не останавливается когда программа останавливается и собственно потом загнать ее самой себе и в общем это и есть сущность той самой holding problem то есть проблема останова это можно сделать в игре жизнь поскольку у нас есть симулятор универсальной машины юринга и это вот самый банальный пример такой задачи про которая сказал да вот этой задачи но более так скажем более приближенные к практике задача пример задачи которые неразрешимо в игре жизни эта задача такая у нас есть конфигурационное пространство пространство я хочу напомнить что в игре жизнь в отличие от дискретных автоматов конечных автоматов там машин дюринга разных типов и так далее игра жизнь имеет конфигурационное пространство несчетное количество различных возможных конфигураций конфигурационном пространстве игры жизнь несчетно более того а у нас если есть некая конфигурация да то из нее всегда выходит из нее всегда выходит ровно одна стрелка но в нее ходит каждую конфигурацию входит несчетно бесконечное число стрелок если конечно эта конфигурация не является сама бесконечной в том смысле что в ней бесконечное число живых клеток и они распределены как-то по всей плоскости и в этом случае сюда может ходить в конечное число стрелок или вообще не входить ни одной собственно у нас есть конфигурации в которой входит 0 стрелок входящих это так называемые сады эдема про сады эдема я детально рассказал здесь сады эдема то есть конфигурация сад эдема из которой стрелка выходит одна но в нее стрелку не входит и собственно объединяя вот эти вот две штуки обвиняя вот эти две штуки можно сказать что не существует конфигурации конечных у которых нет дедушки это ответ на вопрос джона конвей а о том существует ли конфигурация у которых нету дедушки то есть отец есть и дедушки нету ответ на этот вопрос можно очень сузить потому что конечных конфигураций не существует вот из-за этой причины что несчетное бесконечное число стрелок входит каждую конфигурации либо 0 либо 0 либо не счет бесконечно за исключением как я сказал тех конфигураций которые бесконечное количество живых клеток распределены по всему пространству так вот вопрос вопрос у нас есть две конфигурации конфигурация а и конфигурация б конфигурационном пространстве они находятся где-то вот здесь а и б конфигурационном пространстве вопрос заключается в том что существует ли траектория из а в б то есть переводя на обычный язык если у нас есть некая конфигурация машин игры жизнь то существует ли вера не так давайте так значит вопрос такой пусть у нас есть некая конфигурация конечная ну или бесконечно неважно какая-то конфигурация игры жизнь и у нас есть 2 конфигурации игры жизнь так вот вопрос заключается в том что нужно ответить да или нет если 1 конфигурация будет эволюционировать эволюционирует эволюционировать появится ли когда-нибудь конфигурация 2 конфигурация b в этой эволюции конфигурации а этот вопрос не разрешим то есть симулятор игры жизнь не может ответить на этот вопрос конечно же я говорю о том что мы рассмотрим самый общий случай любые конфигурации то есть конечно если у нас есть конфигурации типа там долгожи они долгожитель там натюрморты осцилляторы даже космические корабли или все вот эти вот бридеры и прочие вещи грабли оружие так далее то если они очень простые ответить на эти вопросы очень просто там существует такой путь или нет в графе конфигурации это тоже самое как примерно отвечать на проблему останову машины кьюринга когда у нас очень простые программы то есть можно легко написать проверять или программ типа print x если на бейсики говорить да там или какие-то очень простые программы программы без циклов например или программы без ветвлений остановится они или нет очень легко написать программу которая проверяет остановится ли они лет но вопрос проблема останова заключается в общем смысле то есть Любую программу мы должны проверить, остановится она или нет И вот на этот вопрос ответ найти невозможно Он ни да, ни нет, его невозможно найти То же самое касается и игры жизни Игра жизни неразрешима вот в этой задаче Что у нас есть две конфигурации, невозможно ответить на вопрос Существует ли между ними путь, пространство конфигурации То есть преобразуется ли в процессе эволюции конфигурация А, первая конфигурация, в конфигурацию Б Ответить на этот вопрос невозможно Таким образом игра жизни неразрешима Ну что ж, надеюсь вы уяснили это Пишите в комментариях ваши вопросы, если что, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Потому что Душкин объяснит конечные и прочие автоматы Пока! Субтитры создавал DimaTorzok